В Черкасской области почти два месяца без тепла, ФАПы и амбулатория. Из-за холода медики не могут даже капельницы поставить. Почему мерзнут пациенты и сотрудники, выяснял Станислав Кухарчук. Заведующий амбулаторией говорит, были дни, когда температура опускалась до нуля, и люди вынуждены в таких условиях лечиться. На капельницы в дневной стационар каждый день приходит 5-10 пациентов. Так польта на себя накидают, так и лягуют. Официально отопительный сезон начался в Каменском районе 14 октября. Но котельная амбулатория не работает до сих пор. Ее так и не подключили к системе. Теперь здесь не могут ни лабораторные исследования проводить, ни инструменты стерилизировать. Дополнительных нагрузок старая электропроводка просто не выдерживает. Сейчас дочек нагреется, когда процелок. Кинец. Сухожаровый шкаф отключился, дуйчик отключился, светла не мог. Все, нагрелись. 24 октября, не дождавшись газовщиков, сотрудники сами подали топливо на котельную, за что их оштрафовали почти на 300 тысяч гривен. Точно так же мерзнут еще в трех сельских фельдшерско-акушерских пунктах района. Главный врач райбольницы, в подчинении которой находятся ФАПы, не может понять, почему котельные не подключили. У нас проплачено и за включение. Лимиты есть, заборгованности нема. Есть распорядование регистрации про начало купального сезона. В районной газовой службе винят руководство больницу. Дескать, заявку подали не вовремя. А потом газовщики якобы не смогли в ФАПах никого найти. 25-го прошла оплата за отновление. Выехали на место 25-го сразу. Ну, выехали и никого не нашли там. Это же тоже может быть. За полтора месяца? Да мы не ездим туда каждый день. Со вчерашнего дня тепло в сельские ФАПы начало поступать. А вот с амбулаторией пока не сложилось. Прежде нужно оплатить 400 гривен за услуги газовщиков, которые 25-го октября отключили учреждение от газа. Стоислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер. Черкасская область.